Шесть человек погибли, 31 пострадал, в том числе двое детей в результате вражеского обстрела Харькова. По словам главы областной военной администрации Олега Сенегубова, полностью разрушен один подъезд жилого дома. Спасатели достали из-под завала пенсионерку. Она не пострадала. Еще две вражеские ракеты повредили школу, склад, шиномонтаж и торговый центр. Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов и спровоцировали пожары. В Харьковской области с вечера не прекращаются обстрелы. В поселке Золочев Богодуховского района в результате российского артобстрела погибли два человека. Окупанты также обстреляли населенные пункты Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области. Один человек ранен. Разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. И последнюю информацию по ситуации в Харькове и области мы сейчас услышим от Натальи Поповой. С нами на связи советник главы Харьковского областного совета. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Итак, 10 ракетокупанты выпустили по Харькову. Какова сейчас ситуация с количеством пострадавших? И как проходит сейчас разбор завалов того жилого дома? Если мы говорим про жилой дом, это удар был нанесен в районе 4 утра. Женщине, которую мы достали, сотрудники КСЧС достали из-под завала, спасло жизнь то, что первая ракета попала по зданию школы, которая расположена недалеко. И она, испугавшись этого, просто выбежала в ванную комнату. В этот момент в ее дом попала ракета и снесла весь подъезд. Она там, собственно говоря, и упала и уже кричала, когда прибыли ГСЧСники, которые по звуку ее голоса достали ее из-под завала. Ее жизнь на данный момент ничего не угрожает. Она, слава богу, не получила серьезных травм. Что касается утреннего обстрела, в районе 10 утра по городу россияне нанесли несколько ударов по двум районам города из РСЗО. Разрушены жилые дома, разрушен шиномонтаж. Один из снарядов попал в машину, в котором ехал мужчина со своим 17-летним сыном. Они погибли на месте. На данный момент, по информации прокуратуры, 6 погибших, 31 раненый, в том числе двое детей 4 и 16 лет. Про 4-летнего малыша мы отдельно разговаривали с главврачом. Ему жизнь не угрожает. Во всех местах завалов, где могли бы находиться люди, всегда бесочестники работают до последнего. Но эти адреса мы не называем в связи с тем, что наш город расположен слишком близко к этим моральным уродам, которые бьют по жилым кварталам. И не хотелось бы, чтобы повторные удары по нашим спасателям, которые, к сожалению, также были случаи, получали ранения при исполнении своего долга. А вот, кстати, расскажите, какова статистика сейчас по пострадавшим и, не хотелось бы говорить, но жертвам среди работников специальных служб, спасателей, коммунальных служб, бригад облэнерго по Харькову и Харьковской области. Мы знаем, что враг очень подлую тактику использует, бьет туда, потом приезжают спасатели, коммунальщики, и потом повторный обстрел производится. И очень часто люди этих очень важных профессий страдают и гибнут. Есть такая статистика по Харькову области? На моей памяти я помню, что во время тушения рынка возле станции Академика Барабашова погиб один спасатель. Во время тушения, я думаю, вы помните эти страшные кадры, когда дымом окутало просто весь город. Три сотрудника, по сути, спасатели погибли на территории области. Что касается коммунальных предприятий, часть из них просто находится в подчинении города. Но по информации, которую последнюю предоставлял город, это был один погибший сотрудник коммунальных служб. И, честно говоря, порядка 90-ти это был и фото-канал, и сотрудник парка Горького, который при поливе цветов просто получил осколочно, и рядом разорвался снаряд. Ну, там получают в больницах, это понятное дело, но и от своих коммунальных предприятий. Но один, к сожалению, погибший сотрудник коммунальщика у нас есть. Пользуясь случаем, хочется сказать огромное спасибо работникам вот этих предприятий, коммунальных, спасателям нашим, медикам, волонтерам, которые рискуя собственной жизнью, вот разбирают завалы, ликвидируют последствия этих варварских обстрелов. Спасибо за то, что вы делаете для нашей страны и наших людей. И еще, Наталья, возвращаясь к этому разрушенному жилому дому, то есть работы по разбору завалов продолжаются, и, вероятно, еще там могут находиться люди? На данный момент информации о том, что там могут находиться люди, сейчас нету. Потому что женщина, которую достали спасатели, проживала на втором этаже, а сложились все шесть этажей. То есть верхние слои они подняли очень-очень быстро, до первого этажа они дошли уже к обеду. Но нужно понимать, что когда в 10 утра начал, ну, до раннего утра, знаете, до 10-11 утра, когда начался повторный обстрел города, который в 10 утра был и накрыл практически, фактически весь город, то сотрудники ГСЧС всегда отзываются в безопасное место для того, чтобы просто переждать и уже приступить к своей работе. Потому что терять людей, которые, знаете, по-настоящему незаменимы, это слишком, слишком дорогая цена даже на время войны. Они незаменимы для нас. А что вы можете сказать об интенсивности обстрелов? Вот за последние годы... Она увеличивается. Увеличилась. С чем вы это связываете? Да, смотрите, с тем, что, в принципе, я думаю, техника наших партнеров в совокупности с профессионализмом наших военных дает результат на Донбассе. И, конечно же, это вынуждает противника просто нервничать. А когда они нервничают, единственное, что они могут делать, ну, по факту, один из немногих городов, до которых они могут доставать напрямую РСЗУ, даже не ракетами, это Харьков. Нам не повезло с соседями, это факт. И поэтому они наносят практически, фактически круглосуточные удары. Если раньше мы включались и говорили с вами о том, что каждый харьковчанин знает, что ракетный удар будет с 11 до 12 ночи, то теперь он может быть в 11 ночи, в 3 ночи, в 4 утра. И сверху вот они накрывают еще РСЗО. У них паника. Значит, наша армия движется в нужном направлении, к границам. И надеюсь, скоро это кончится. А как вы прокомментируете, вот российские СМИ сейчас запускают уже в соцсети якобы герб, новый герб Харьковской области, оккупированных территорий, двуглавый орел в очередной раз и так далее. Какой посыл они пытаются? Я думаю, в Уголовном кодексе Украины для этих художников найдется статья, когда наши военные их найдут. Они как раз отобразят их, находясь в наших тюрьмах и целиком и полностью отвечая за свои действия и за стремление расстолоть наше единое государство. Харьков является неотъемлемой частью Украины. Так было, есть и будет. Ну и хочется уточнить еще о судьбе харьковчан. Вот из-за активности и увеличения обстрелов города наблюдается ли какая-то эвакуация граждан? Уезжают ли граждане или наоборот возвращаются в Харьков? Граждане продолжают возвращаться в Харьков. Наверное, сейчас это не тот обширный поток, который был, например, неделю или две назад в связи с участившимися ударами. Некоторые, даже мои знакомые, которые приехали на неделю-две назад, они опять же уехали временно в Киев, кто-то на западную Украину. Но в целом количество харьковчан не уменьшилось. Сегодня наблюдали картину, как харьковчане бежали в метрополитен. Во время обстрела пришлось остановить одну из веток, салтовскую ветку метро, а также остановить движение автобусов, троллейбусов. Это сделала мэрия нашего города для избежания увеличения количества жертв. Город живет, он живет, к сожалению, возможно, грубо сказано, но в своем ритме, который часто имеет трагические ноты. Но прорвемся. Однозначно. Наталья, спасибо вам большое. Советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова была с нами в прямом эфире. Субтитры создавал DimaTorzok